Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для UBA. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него будет как всегда в описании. Значит смотрите, первым делом, если у вас нет никакого чита, то есть вообще абсолютно никакой чит не скачен, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо SAR, либо Splash. Напомню то, что SAR используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Также хотелось бы сказать немного о новом SAR, который недавно буквально появился. Это пока что бета-версия, то есть в этой версии возможны всякие баги, ошибки, лаги, может быть даже само приложение не будет запускаться. Если вдруг у вас случится какая-то проблема, зайдите в мой Discord сервер и напишите мне в личное сообщение. То есть все ошибки, которые будут возникать, мы их будем естественно фиксить. То есть пока это только бета-версия и, как я и сказал изначально, то что возможны какие-то ошибки и баги. Так, ладно, значит переходим к сути. После того, как вы скачаете чит, в поиске пишем полное название режима, нажимаем поиск. И здесь есть, получается, 8 скриптов. Давайте на следующей странице перейдем, посмотрим, может быть еще есть. Нет, на следующей странице уже, как видите, нет. Окей, получается только 8 скриптов. Значит, в ролике сегодня я буду показывать вот этот вот скрипт. Получается, третий по счету на второй строчке. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Ничего даже скачивать не нужно лишнего. Дальше заходим в игру. Открываем чит. Заходим на сройки в чите. Обязательно включаем функцию FixKickError. Это чтобы у вас не появлялась ошибка с киком. Потому что если она у вас появится, то, к сожалению, вы сможете зайти только через час. И также выбираем DLL от корнел. Напомню то, что DLL от корнел используется с ключ-системой. Так, теперь нажимаем Inject. И ждем, когда произойдет Inject. Если Inject не происходит, нажимаем еще раз. Но у меня вот что-то грузит. Так, давайте еще раз нажмем. Вот, со второго раза уже все получилось. Отлично. Ключ я уже сегодня получал, у меня его не просят. А также давайте я вам быстренько сейчас короткое видео прикреплю, как получать ключ. Там в принципе сложного ничего нет. Я думаю, посмотрите и поймете. Продолжение следует... Так, ну я думаю, вы уже посмотрели. Как я изначально говорил, сложного там абсолютно ничего нет. После того, как вы заинжектились, скрипт вставляем в чит и нажимаем кнопочку Excute. И вот появляется сам скрипт. Сразу скажу, что функции WalkSpeed, JumpPower, они не работают. Я не знаю, с чем это связано. Я проверил очень много скриптов, и они не хотят работать. Возможно, поставили какой-то античит. Потому что ни на одном скрипте не хочет работать ни WalkSpeed, ни JumpPower. Ну вот. Что за фигня? Подождите, я вот это понять не могу. Это что, получается, игра настолько востребована, что прям вообще жесть? Давайте я качество на минимум сделаю. И все равно лагает. Все, отлагал. Короче, какой-то вот пацан тут что-то запустил, блять. Походу, у меня FPS просил из-за него. Трэш вообще. Короче, ладно. Значит, ищем этого security. Вот он. Далее. Есть два вида фарма. Со стендом и без стенда. Вот без стенда, как видите, все отлично и прекрасно работает. То есть фарм идет. Все нормально. Сейчас посмотрим, начислиться мне за него монет или нет. Да, монеты начислились. Отлично. Так, теперь выключаем. И есть следующий фарм. Это со стендом. Он тоже, как видите, работает. Но я не знаю, в чем причина, в чем прикол. Я не могу до моба достать. Как видите, я удары делаю, но почему-то не достаю до моба. То есть, возможно, какие-то нужны навыки прокачивать. Я точно не знаю. А дальше, что у нас здесь есть? Сейчас он меня убьет. Окей. Можно тп хануться к игрокам. Не знаю, нужно вам это или нет. Вот, как видите, я тп ханулся. Все работает. Потом стенд. Оттач to player. То есть, мы, короче, за игроком закрепляемся и бежим чисто за ним. Но, как видите, я удары делаю, я все равно не попадаю по нему. Вот. Но я думаю, кто много играет, вы разберетесь, как этими функциями пользоваться. И там, какие навыки, что нужно прокачивать. Так, меня убили. Окей. Смотрим дальше, что здесь есть прикольного. Давайте зайдем в плеер. Самое первое получается. Есть клик тп. Не знаю, полезная штука или нет. Но, как видите, она работает. То есть, вот, куда я нажимаю, туда я и тп ханулся. В принципе, прикольно. Дальше. Есть два вида код мода. Не знаю, честно, какой из них работает, какой нет. Я не проверял. Но, я думаю, если хотите, вы можете это проверить. А дальше есть функция инвиз. Давайте ее проверим. Ага. И, как я понимаю, скорее всего, инвиз не работает. Потому что меня убило. Потому что, если бы не убило, я думаю, оно бы сработало. Скорее всего. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Kill Aura. Включаем. Вот это должна быть полезная функция. То есть, если я близко подхожу к игрокам, но не на особо большом расстоянии, они должны домашиться. Но, почему-то, на них это не работает. Может быть, надо на мобах проверить. Давайте подойдем к мобу. Вот, допустим, к этому. Нет, тоже что-то не хочет работать. Странно. Окей. Давайте включим следующую функцию. Remove. Не знаю, как правильно второе слово читается. Смотрим. Тоже ничего не происходит. Чуть-то странно. Вот, честно, я вот в эту игру вообще первый раз захожу. Я особо тут не понимаю, что нужно делать и как это все правильно делается. Так что, еще раз повторюсь, я думаю, кто в этом разбирается, вы поймете, как этим пользоваться. А Гота это телепорт у нас. И, как видите, почему-то он не работает. Странно. Ладно. Смотрим, какие функции здесь остались. Ну, тут всякие приколюхи, как я понял, остались. Вот тут можно, получается, определенные функции поставить на буквы, как я понимаю. Скорее всего, да. И все, в принципе, на этом. Ну, вот такой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. С вами был Айзбан. Всем удачи. И пока.